покашлять дай здравствуйте глубоко уважаемые любители планерного спорта и сегодняшний выпуск ведь он таком нетрадиционном виде хочется рассказать вам о самом страшном сне пилота в лэке это врачеб далек на этом какая-то экспертная комиссия как она называется и каждый пилот дрожит обычно со страшной силой когда слышит это слово black это вот ужас 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 и так как я имею опыт прохождения в лэка не только в российской федерации но там и в других странах то я попытаюсь вам рассказать вообще в принципе в чем разница и как это делается в разных странах потому что смотрите когда я я достаю из широких штанин вот такие вот кучу документов значит у меня есть сертификат медицинский класс 2 французский получили мы его своими другом сереже и вчера буквально по горячим следам все снимаем сейчас моего сертификатик то вот в развернутом виде как положено вот такой красивый действует на два года сколько заняло получение этого сертификата времени не нужна мне эта камера 25 минут то есть 25 минут один человек один врач то есть я пришел меня облепили датчиками назначенного времени быстренько сняли кардиограмму потом проверили зрение потом проверили там давление еще чего-то еще чего-то 11 сертифицированный специалист специалист этот сертифицирован делать все и он соответственно все проверил посмотрел меня послушал жалобы и так далее и тому подобное и еще где-то минут 15 он заполнял документы может быть 12 то есть часть времени из этих 25 5 минут это еще было писанина вот на этой бумажке там в таких красивых бланках они у меня дома остались зачем мне это нужно было потому что мне сейчас нужно менять лицензию мою инструкторскую точнее мою лицензию французскую менять на литовскую она все равно европейской остается и для этого мне нужно подтверждение было вот этого класса 2 потому что вот литовские медики более придирчивые до в литве осталось что-то посередине между советским союзом точнее там сейчас российской федерации и францией потому что вот вот какое-то наследие такого советского с каждый пилот должен такой быть здоровой что кирдык что ну там во все места заглянут вот да все места заглянут у меня тоже есть вот это вот в одиннадцатом году я получил black на волоколамском шоссе где-то проходил его заняло это у меня четыре дня вот эту бумажку получил за четыре дня и порядка потратил я что-то в районе 350 евро тогда кстати вот это вот стоило 80 евро вчера это сейчас меньше сейчас говорят за два дня можно уложиться вот но не знаю вот мой мой опыт это четыре дня и вот сейчас взлетим на планере в воздухе байки будут ровить сейчас пока такая in intro вот и что мне еще есть у меня есть еще вот такая водительская справка которая получена действительно там за не знаю два часа обычная справка водительская которая работает с лицензия ультралайт вот эта лицензия который позволяет летать на самолете до 495 килограммов она пожизненная бессрочная действует только правда с этой медицинской справкой то есть если можешь ездить на машине то можешь летать на этом на самолете такая справочка стоила мне кому 30 евро что ли вот и что у нас остается ведь сколько у меня бумажек всяких вот я тебя могу похвастаться лицензиями которыми я владею потому что чтобы вы понимали что не просто рассказываю все это прошел например вот у меня французской лицензии сейчас я ее меняю на такую же абсолютно на литовскую чтобы не поставили инструкторский допуск туда дальше мне есть вот это самое главное наверное лицензии это очень вот это росавиация должно при должна признавать она бессрочная действует тоже с медицинским свидетельством то есть надо российский вы будет проходить но по идее это абсолютно вот это душит шутка дефицитная лицензия потому что их мало и росавиация текущая только их и признает то есть если летать в россии на планере легально то вот только вот это но мне на пластик менять отказываются типа надо кучу бумаги чем и зовутся где получал а вот давно закрылся в общем как обычно будем с ними биться с росавиацией вот а вот это вот до сафовская бумажка рабочая сейчас свидетельство этому какого-то там специалиста вот она вроде как действующий у меня здесь как раз стоит инструкторская отметка вот я проходил все эти курсы инструкторские вот я могу на вот официально учить по этой штуке который конечно здесь не работает поэтому поэтому видите сколько бумажной работы и так я сейчас когда взлетим чтобы не на земле рассказывать на земле не так интересно расскажу полностью все как я с каждой бумажкой возился какие нюансы где как может быть где-то не сэкономить а упростить себе жизнь вот и погнали итак black свое знакомство с лаком я начал в россии в 2000 году когда я учился летать на самолете як 18т наташечке ответал 20 часов а у меня уже должен был быть первым самостоятельным вылет и перед ним нужно было пройти black ну я все время пока учился все время говорил моему инструктору слушайте но я там как же я вот пройду если меня там свое время даже в парашютисты не брали он говорит до фигня там black у нас за 150 долларов проходит не проходит только мертвый так оно и было мне дали какого-то доктора женщину доктора который меня бодренько провела по всем домодеду по-моему это было провела по всем врачам врачи значит не полубались одна тетушка только который уж проверяла мне как же ты будешь летать на самолете если ты ни хера не слышишь это чистота вы слушайте на наушники хорошие куплю и на буду летать с тем говном в котором который одевали там купился бассейн нормально и летаешь прошел положил не слетал на я на 18t первые самостоятельно потому что значили гореть артенники короче в общем-то из всей идеи это умерла следующий раз я столкнулся с флаг уже непосредственно когда летал на надо было летать на планере я пошел проходить его по-настоящему ну там были два варианта можно было пройти его получить бумажку и по ней летать я так тоже делал и спокойно летал но потом в силу разных обстоятельств я думаю дай-ка в конце концов я попробую чем у меня было время настроение деньги все было чтобы я это сделал я потратил четыре дня началось с того что мне нужно было зайти в поликлинику и получить какой-то открепительный талон что я в этой поликлинике не застаю по месту жительства таки от иностранных гражданин литовско подданный то по месту регистрации пошел в поликлинику или слушайте справку что я к вам не обращался как выше там сейчас обратились так и обращаюсь за справкой но как же можем справку дальше вы не обращались если вы к нам обратились за справка короче был дурдом никто не хотел брать на себя ответственность я дошел до главврача который там в общем-то покорежился покорежился но в конце концов эту дурацкую справку дал и я потерял на это один день жизни он вы должны всех врачей пройти вы можете болеете чем-нибудь я сейчас пойду на лайки мне только в шок задницу не заглянут а то и туда посмотрят вот получил эту бумажку что я там не лечился ни от каких страшных болезней потом я пошел псих диспансер в наркодиспансер меня там ли там понюхали там веселее все было по моему то ли псих то ли у нарко то что я пришел за 15 до конца рабочего дня и женщина которая должна была меня осматривать она стала не рабочий день кучу слушать ему летом через пол мосту ехал 15 минут у нас еще никого нет очереди ну пожалуйста мне завтра опять вам ехать ничего мне еще надо собрать вещи обычно рабочий день если до 4 4 4 закончите как раз меня принять завтра мне расскажите как я буду принимать мы прихожу на следующее утро там стоит очередь из всяких наших друзей из разных республик вот и они очень нервничать переживают но тетушка это приходит полчаса она опоздала я там какой-то 40 в очереди делаю замечание что вы знаете вот вы вчера на 15 минут раньше ушли а сегодня на 15 позже на полчаса позже сейчас я тебя все расскажу в кабинете ну захочу в кабинет через два с половиной часа и на меня вываливается ушат такого деревнище акты там тухонец проклятый на паспорт войны что понаехал вас тут и вообще и так далее хорошо что диктофон купит включил ну и мы стыдно мило побеседовали сказал что оскорблять страну в которой я родился паспорт который не литовскую республику общем-то как бы она никакого права не имеет эти были меня еще но я не буду там углубляться выражение которое там использовала я с этим диктофона поднялся мы с не категорически рассолись на бить я тебе только могу дать направление золотарем работать на цистернах с пошел я с этой штукой к начальнику этой конторы наркопсихи или чего-то там включил диктофон но что он послушал понимаете но она такая нервная может ли там дома что-то может там месячные там еще что нибудь ну давайте прости них ни хера не прошу я я вам сейчас все выпишу только вот вы ничего не делаете для них я напишу заявление оскорбила давайте банк все я там написал подписал ходящий исходящий не знаю то есть он его потом выкинул но хотя бы что-то сделал и начальник заполнился бумаги мне вид под идите только не под печать поставьте надо было видеть как она ставила ее не несут это второй день жизни я потратил 2 3 на вот эту пирату на эту 3 я пришел уже непосредственно во блэк это где-то в районе было балакаламки попал уже на комиссию там ходят такие стуардессы с длинными ногами и пилоты такие настоящие в кителях такие красивые такие все солидные я такой раздолбает шорты вот я обычно вот так как и сейчас летаю вот видите вот шорты ну и там также был практически все трясутся ну и на всякий случай я начал трястись потому что очень страшно век все там все рассказывают в очередь это ужаса и заплатил какие-то деньги там официально ну там прилично там евро под 150 наверно было и потом какие-то еще анализы надо было сдать боюсь я всего этого но захожу значит на комиссию сидят все-таки серьезные первичным что-то нужно было зайти чтобы потом пошли послали куда подальше по всем врачам я вот захожу не сидит такая бабушка божий дуанчик очень кстати признателен для женщине веселая привеселая битова полагинист игры планилист а еще чего я бы пара по не со таких знаешь оказывается списывала наших друзей которые там на ирбассе летали отлично их списала вовремя после получили гигантскую пенсию по шуму которую потом отменили но не суть там потом она сама разговаривала а тут он готов отлично ну давай вот-вот тебе и намечать схему действий меня как-то попускает вот буквально на хорошего человека наткнешься вот председателя комиссии и сразу вроде как даже в лэп проходить хочется ну а дальше я ходил по каким-то странным местам какой-то такой мочу носил пропавший мочой какой-то барак непонятный то есть там лаборатория но она вот настолько выглядела жутко что даже заходить было страшно кровь правда я сдавал в приличном месте а вот в одноразовых системах спит не спит и все это я уложил вроде как в первый день что-то не успел сдать где-то вот на второй день значит я дождал с утра что-то и после обеда так оказалось я смог уже прийти получается четвертый день во второй половине дня все было доделано я прошел всех врачей там естественно мне сказали что глаза мои не видят астигматизм с такими глазами летать нельзя потом второй врач который уши смогли левого уха у вас вообще не слышит каких-то частот значит там вообще непонятно как вы летать будете а еще был кто-то а сердце сердце у вас бьется там 44 оборота вообще не видно на как вообще метать собираетесь ну вот примерно каждый раз так сказал но значит записали мне все трубку повину ну и дальше вечером я прихожу четвертый день уже председательную комиссии и собирается вот эти все врачи там в общем всех запускали на 10 минут каждого обсуждали 10 минут и дальше или вон или вроде как получает но и обсуждают меня но он же слепой ну так и нагреть ну вот здесь какой опыт как парит там три тысячи часов налета на параплане конь-огонь такой же глухой ну а чё ему там слышит в этом плане так у него сердце не бьется вдруг он копыта откинет но это кстати вопрос к чему а зачем black нужно ну вот эта идея нужно что вот я щас не откинул копыта под нагрузкой не часто что-то случится с планером не придется рулить активно и тут раз и все и остается один серега на борту ну серега ты плане спасаешь сам конечно посадить потому что инструктор первые там буквально два-три-четыре дня показывает курсанту как хоть как-то чучелкой тушкой шлепкнуться на планету вот ну вдоль склона походи наверное час красиво будет а нам надо лет все равно высоты хватит бабушка спасительница моя она просто всех вот вдохновила что посадить какой пилот конь-огонь планерист опять же там и не нужно ему столько то есть начать понимать что ну не нужно менять здоровье как космонавту то есть совершенно другие требования в европе кстати как раз так и есть и она нет у меня даже лежит это заключение в нем написано в виду большого налета опыта ла 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 и так далее с учетом того что не видит не слышит сердце не бьется все-таки допустить по второму классу разрешить полета на планировку ля 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 вот и я с этой вот бумаженцы и такой весь счастливый и довольный допускают я получаю первый в жизни свой влэк весь счастливый довольный на по-моему два года тогда не надо было еще вот эту дебильную как сейчас промежуточную какую-то аттестацию это раньше было получила два года и свободен а сейчас получил два года еще в середине года на какой-то промежуточную проверку приезжай шутка часа дебилизму такому додуматься вот на этом мои это заключение с российским леком закончились и я не скрою того что был очень простой способ была возможность прийти в хорошее место и получить этот вот саму бумажку дурацкую там за определенную сумму денег просто так и не проходить его из этой бумажки вроде как при под закрывая глаза во всех клубах пускали мы все знали все ну как обычно но иначе бы не летал никто правый 45 час кстати уже действительно все абсолютно проходят плитать на плане его абсолютно честно и процедуру с одной стороны вроде как немножко упростили она стала там смотря где попроще в россии говорят за два дня проходят спокойно вот но это все равно два дня жизни это какая-то определенная сумма выкинутых денег ничего хорошего как проходить сейчас то есть это по месту жительства какая-то справка берется проходится псих там наркодиспансер дальше на комиссию сдаются анализы проводятся специалисты и потом все это вместе в кучу и получается бумажка ну и потом раз в год проходит какой-то быстрый скоростной промежуточный влэк там ты приходишь и там за полчаса вроде как там быстренько что-то там тебя там смотрят замечаний нет еще год летаешь это в россии теперь как это происходит во франции во франции все очень просто то здесь нет вот этого маразма с тем что ты должен сдать там анализы как не знаю космонавт ты просто приходишь к одному специалисту но он правда там их немного ну вот у нас есть в гапе специалист один там потом допустим в мануске есть такой специалист то есть они сертифицированы на то чтобы выдавать заключение по второму классу по первому там все сложнее но второй класс он может дать и он смотрит то же самое он снял кардиограмму давление там не знаю глаза все то есть он у него кабинет оборудованный в котором там все есть для того чтобы проверить нас и занимает это удовольствие уже говорил в начале видео 25 минут занимает из которых там минут десять это там 12 это формление бумажек с быстренько то есть он там записывает но кардиограмма челк там пять минут кто-то это 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 все оборудование пристреляно человек знает свою работу в 25 минут и стоит это 80 евро и на два года вот серёге вообще повезло он молодой 37 лет ему на пять лет дали не пять лет дали она 5 лет все это реально для людей не это настолько вот радует вселяет какой-то оптимизм и германии примерно то же самое то есть у нас на аэродроме летает дедушки которым самый такой взрослой 86 лет был дедушка штаток летает купил планер человек 88 лет планер купил новый он говорит мне там чтоб лет до 100 хватило вот это реальность а у нас считают что пилот должен да вдруг он сейчас помрет и кого-нибудь там угробить ну вопрос энергии сколько в этом плане энергии ну в принципе так можно конечно на планете чем-то натворить но как правило летают на одноместных дедушки дедушки еще летают там есть класс ультралайт до 495 килограмм тихоходе к таким все и даже если с ним что-то случается до гибнут планеристы в небе уходит так и жизни ну что вы там такого страшного вот мы летаем у нас шанс что мы на какой-нибудь дом упадем домой летаем таких местах где домов то нету посмотрите где там дом вот холмик там все конечно если летать над городами там носиться но такого-то в общем-то не делаю обычно это горы какие-то но не ладно не суть как проходят в литве не проходил я проходил единственное что я у меня есть лицензия ультралайт я показывал ее это самолетик от 495 килограмм бессрочная то есть она пожизненная и действует пока у тебя есть на руках справка медицинская наводить на водительского удостоверения водительского удостоверения я сходил двум врачам правда получил заключение тоже от нарко и психо в литве и в другом месте мне ну по кругу тоже зрение там еще что-то кстати получилось дольше чего франция но не дороже 40 евро все на блэк как по класса 2 получается в литве но я например сейчас в литве делать не хочу по той причине что я могу использовать французскими в европе я знаю что первичный влад будет муторный там стоит в районе 300 евро в литве и там почти как в россии то есть там куча этих специалистов там какая-то середина между советским союзом и европой вот получилось вот не в обиду литовским этим бумагоморателям этим бюрократом но дети действительно где-то посередине то есть много хорошего из европы и много вот этого вот маразма медицинского из советского союза осталось где требования к пилотам были совершенно там другие не такие как сейчас в европе на боинге можно в очках летать спокойно никаких проблем ну кстати может быть сейчас в россии требования поменялись на первый класс и там в очках можно летать еще что-то можно почему про первый класс еще хочу поговорить дело в том что чтобы работать инструктором в россии нужен первый класс у меня сейчас второй класс я могу летать в европе инструктором но в россии нужно первый класс к хочешь ты инструктор там не знаю но планера инструктор, какая тут нагрузка, какая тут вот, не знаю, основание такое, что такое здоровье должно быть, чтобы вот сел к тебе курсанта, а ты копыта не откинул в небе, ты про это уже говорил тоже. Но мы теряем в этом случае огромное количество пилотов с опытом, то есть здесь летает куча инструкторов в Европе, вот Клаус Ольман, ему там 68 лет, по-моему, Клаус великий пилот, у него 60 рекордов мира, из них 23 действует поныне, он летал 3000 километров, то есть мы сейчас Клаусу списываем, потому что он, видите, там на первый класс не прокатывает, там Риджитс меня учил улетать, тоже, давайте спишем, если вот пойти с первым классом, так тут планеристов по сути не останется, и вот в этом, Сереж, попробуй сейчас вдоль склона пройти, то что северный компонент легкий есть, вдруг мы сейчас на этом склончике чуть подпорим, ну и над ребром прогуляйся. А по ВЛЭКу, что еще осталось, наверное, добавить, не бойтесь всего, если у вас не получается сдать ВЛЭК, ну вот вы можете прийти где-нибудь в Москве, пойти в самое там есть, почитайте на самом деле отзывы пилотов там в интернете, может быть еще как-то видео посмотрите, смысл в том, что не все вот эти заведения, которые уполномочены там делать этот ВЛЭК, работают одинаково, то есть есть некоторых люди человечные, а есть бесчеловечные, ну и вот как у меня, мне повезло же с бабушкой, повезло, то есть она вот меня пустила, так бы сказал, нет, не знаю, что ты делал, я же не знал, что в Европе так просто ВЛЭК получать можно. Поэтому попробуйте почитать и попробуйте поехать в то место, которое все-таки больше лояльно к пилотам, особенно часто лояльно к плотам, планиристам, потому что люди, которые работают в этой системе, они тоже понимают, что требования избыточны, просто требования поменять крайне сложно, то есть давайте попробуем сейчас, типа, а давайте сделаем, чтобы планиристы, инструктор-планирист мог летать со вторым классом. ВЛЭК, давайте, давайте, а кто ответственный будет? А вот Вася будет ответственный. И Вася думает, да, и что, я сейчас подпишу бумагу, потом какой-нибудь инструктор квакнется, и что, Вася в тюрьму или там, не дай бог, выговора, еще кресло потеряют? Да ну, впень, кто мне там этот пилот? Да никто, пусть они лучше, летают только лучше, и все. Здесь принцип такого произвола, когда чиновники уже прикрыли свою жопу, вот кто-то придумал, а теперь, чтобы ее подоткрыть, нужно совершить массу непонятных усилий, и непонятно, кому это нужно, кто это будет делать. Пилоты, конечно, все да, ну а что не решают? Вот, но при всей вот этой вот жуткости есть адекватные, я не буду называть точки, чтобы сейчас не палить людей и так далее, но я точно знаю, что в некоторых местах пройти вот эту комиссию можно значительно проще. Тут не вопрос каких-то денег и взяток, ничего подобного сейчас нет. Было раньше, можно было, да даже не ВЛЭК проходился за деньги, а просто справкой делалось. Сейчас такого нету, поэтому проходите честно, никуда ничего от этого не изменится. Единственное, что бывает такой произвол, когда, ну это мне сами врачи говорили, что раньше нам говорили, что там можно там кто-то что-то куда-то принес, и там в конце концов общий указ ушло, и всем врачам было хорошо, ну или там начальство какого-то. А сейчас этого нет ничего, то есть, ну как можно назвать, взятки не берут, или брать невозможно, или страшно, или еще что-то, ну это хорошо на самом деле. Но есть такое негласное указание, что давайте-ка мы заработаем на процедурах. То есть центр медицинский в этом случае назначает кучу проверочных процедур. Ну, например, у меня 44 оборота на сердце, а давайте мы Волкову, значит, назначим вот это, 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 и посмотрим, а вот как вот, есть, нет у нас нездоровых, есть недообследованные, ой, здоровых нет, недообследованные, есть недообследованные. И назначением таких различных процедур, во-первых, ну какие-то деньги контора зарабатывает, вот, врачам на зарплату, но это, понимаете, какой-то такой вот кривой косой путь. Постарайтесь, чтобы вы имели шанс избавиться от этой ерунды, чтобы вам все-таки не приходилось вот таким образом проходить медкомиссию, сдавая там 25 еще анализов. То есть тут, повторю, что просто нужно попробовать найти центр, который адекватный, с хорошими людьми, потому что людей с хорошим, хороших людей все-таки на планете хватает, и действительно есть врачи идейные, с чистым сердцем, с хорошим настроением. Вот я бы мечтал на ВЛЭК попасть к таким. Мне придется проходить ВЛЭК в Российской Федерации, потому что я, с учетом того, что мы сейчас планируем улетать на реактивном планере, у меня есть лицензия ГАШная, чтобы она работала, нужно будет сделать ВЛЭК. Но в данном случае удобно, что я могу свой ВЛЭК французский перевести на русский язык, показать, и тогда у меня процедура значительно смягчается. То есть это тоже определенный путь. Все, друзья, у нас будет сейчас проверка запуска мотора. Так, врубай. Ну, мы это, кстати, тоже запишем. Нужно посмотреть, письмо консервации, как работает наш двигатель. О, работает он, хорошо. Сейчас я его выпускаю. Сереж, соточку держи, закрылок на 6. Так, моторчик вышел, включаю зажигание, снимаю с тормоза, от винта запуск. Нормальный ИСУ работает, порядок. До новых встреч, глубокоуважаемые любители планерного спорта. Приезжайте в гости летать, присоединяйтесь к нашим проектам. А главное, смотрите канал и комментируйте, ведь это лучший стимул для продолжения работы. Эхей!